я вас приветствую друзья этот ролик по теме исчезновения 26-летней елены лагуновой в рязани 25 июля 2021 года она ушла из дома как рассказывает по крайней мере и ему 30 дня куда-то в магазин и с тех пор ее больше никто не видел пропала исчезла и вероятно возможно одна из версий ее уже нет как всегда тут появились несколько версий исчезновения разделились на два лагеря и родные и люди наблюдающие за этой историей одна из версий это версия лагуновых александра лагунова мужа что она ушла в магазин и где-то исчезла и пропала вторая версия это уже идет со стороны мамы елены лагуновой со стороны натальи кошелевой который помогает некий частный детектив екатерина сумякина вот их стороны идет версия безусловно погибла в квартире была убита возможно расчленена ну или жестоко избита там в общем тут уже детали не важны была в квартире убита и оттуда ее каким-то образом вынести возможно спрятали на какой-то там мансарде я про мансарду уже выпустил там пару роликов на мой взгляд это вообще мифическая мансарда никакой мансарды там однозначно не существует могу за конкретно просто заявлять потому что не получил никаких подтверждений в виде кадастрового номера просто на программе у малахова показали документ и вот в этом документе затерт кадастровый номер вот здесь вот он должен быть его затерли вот если этот кадастровый номер или хотя бы последние там две цифры мне бы предоставили я бы мог проверить откуда этот кадастровый номер квартира не квартира к чему он имеет отношение но сейчас уже пошли какие-то отмазки что это якобы была опечатка потом это уже исправили той выписки которую я показывал опять таки в одном из своих видео никаких в особых отметках мансард нет так что мансарда на мой взгляд однозначно отпадает есть ряд кладовок но кладовки они находятся пока что я их нашел где-то только окольного этажа до 3 этажа выше не нашел выше по моему нет приватизированных по крайней мере не было из помещений и опять тут не получается никакая мансарда да и кладовки могли бы проверить но и осталась версия выноса в чемодане который я тоже рассматривал принципе чемодане наверно могли надо только понять каком и каким образом но вот выносили в чемодане так сказать в разделенном состоянии или целиком запихивали вот здесь уже возникает споры и вопросы и нам подкинули на программе малахова и на программе на самом деле некие фотографии ванны якобы ванны лагуновых которым ну точно есть некие следы подозрительные похожие на кровь и они могут якобы являться фактом того что какое-то событие связанное появлением крови было в этой квартире как минимум может быть кто-то кого-то избил у того кровь потекла или там кого-то как говорится извините за такие подробности пилили и там кровь смывали и вот такие фотографии были продемонстрированы в этих соу передачах сейчас ведутся споры откуда они кто их сделал каким образом они оказались на этих пол я их получил спасибо мне прислали спасибо огромное с интересом посмотрел сразу хочу сказать первый мой вывод первые то эти фотографии очень сомнительно то они относятся фотографиям из следственного дела это просто надо иметь доступ именно фотоаппарату или тому гадлета какими были сделаны фотографии но сайт цветные фотографии следственного дела я уже показывал видео про чемодан вот видите вот вот такая фотография может быть как раз из уголовного дела вот здесь вот четко видим черно-белый чемодан номер обозначено все вот если вот такие фотографии в ванной показали это однозначно из уголовного дела вот то что здесь но это какая-то съемка непонятно кем сильно сомневаюсь что это сделано следователем даже уверен однозначно нет судя по тем отношениям между следователями и потерпевшей стороной постоянно идут с их стороны упреки что им там ничего не рассказывает ничего не показывают ничего не раз не объясняет я дико сомневаюсь по следователю передали вот эти фотографии на столу малахова и оттуда вы остается единственный вывод что это сделано кем-то из родственников елены и александра лагуновых давайте я вот так обобщу либо сделано человеком каким-то образом проникшим квартиру лагуновых остается вопрос как этот человек туда попал первый вопрос имеет ли отношение эти фотографии квартире лагуновых я думаю что возможно все таки можно признать что может иметь по какой причине я так думаю неоднократно упоминал и даже делал видео у меня есть выписка о квартире лагуновых и там есть конечно тема расположения комнат и вот если посмотреть на эту выписку то можно увидеть вот вот в эту квартиру вот здесь вот лифтовая видите краешек лифта виден вот это лифтовая вот это вот помещение якобы под мусоропровод но скорее всего это не мусоропровод это помещение уже используется скорее всего как кладовка то есть можно понять каком подъезде они живут зовут они скорее всего во втором подъезде и по расположениями на лифта и вот этого мусоропровода они разные расположения в каждом подъезде ход коридор и вот это и есть та самая ванна размеры два метра по длине и метр семьдесят семь по ширине и глядя на фотографии можно сказать что явно ванна находится по узкой стороне то есть вот где метр семьдесят семь получается это ванна наверное где-то метр пятьдесят или метр шестьдесят я не знаю если ванны метр семьдесят семь но ванна достаточно маленькая это кстати вас удивляет возможно была сделана перепланировка обычно ванны бывают где-то метр восемьдесят длиной но даже не в этом суть там ракурс фотографии вот как сделана фотография и глядя на вот эту стиральную машинку можно понять что сделано со стороны двери то есть слева умывальник здесь стиральная машина напротив ванна и все это фотографировано прям находясь практически в дверном проеме может быть чуть-чуть зайдя внутрь если вернуться к схеме то вот вот отсюда где-то вот этого места эта фотография сделана и по расположению ванной по расположению умывальника по расположению стиральной машины можно сделать вывод что это может быть действительно ванна квартире лагунова либо очень похоже на их ванну здесь конечно ключевой момент понять бы размер самой ванны если вот эта ванна на фотографии имеет длину метр восемьдесят то она конечно же никаким образом не впихивается ту которая на схеме однозначно но как сейчас понять я не знаю как это можно высчитать можно было бы посчитать по плитке потому что размер вот этих плиток он принципе известен и понятен но надо понять сколько рядов плиток дальше идет до стены а здесь это сложно потому что сделано в таком ракурсе что очень сложно догадаться только на здесь еще рядов ряда 3 точно есть и с этой стороны кстати идут целые ряды видите и отпиленная вот здесь стоит плиточник он стал справа налево выкладывает значит здесь он поставил целые плитки а вот здесь остаток подрезал узнав размер вот этих плиток можно четко сказать какова же ширина вот этой ванны и уже точно определиться но я делаю подсказку другим исследователям точно определиться ванна ли это лагуновых или нет размер еще раз повторяю должен быть ну наверное где-то метр семьдесят потому что метр семьдесят семь это в чистоте без отделки вот здесь уже отделка метр семьдесят должно быть от плитки до плитки от стены до стены примерно так и это можно постараться высчитать вот с помощью размеров вот этой плитки это первый момент второй момент который меня немножечко так сказать удивил зацепил это вот такая отвертка лежащая на раковине я не очень понимаю цель для чего она здесь держит раду хочу отметить чтобы четко обратили внимание отвертка крестовая фигурно еще по-другому называется то есть она откручивает урупы саморезы вот с таким крестовыми надрезами то есть только вот туда ее вставить и открутить и здесь я ну и не только я наверно все сразу увидят что это крестовая отвертка однозначно ну правда здесь еще какие-то запчасти стоят непонятно для меня что это такое расческа резинка но это все детские резиночки естественно дыбные щетки ничего больше необычного вроде как не наблюдается но если предположить что эта отвертка нужна была для того чтобы убрать вот эту ресотку слива и таким образом туда что-то сливать или запихивать то не получается я ведь не зря обратил внимание что она крестовая у нас есть вот такие еще фотографии у меня есть еще раз спасибо тем кто мне это все прислал и здесь четко можно заметить то на сливе в раковине а это именно из раковины вот это вот место вот он и вот это отвертка лежит здесь вот на этом сливе у нас плоскую отвертку надо один разрез то есть фигурной отверткой кто-то здесь откручивать не имеет никакого смысла просто не получится и вот эта отвертка вот здесь лежащие она выглядит неким инородным предметом я могу предположить что она положена умышленно именно тем кто это фотографировал но ввиду того что фотограф явно не разбирается в разнице между крестовой и плоской отвертками и тогда это можно предположить что это наверное скорее всего женщина ну и тут сразу возникает вывод что это отвертка положено умышленно корей дает предполагать что это некий намек но не более того и намек крайне неумелый то есть я не понимаю для чего лежит здесь эта отвертка какая здесь нужда но в этом с этим сливом это отверткой сделать ничего невозможно также есть фотография слива я так понимаю ванной я не вижу здесь особых каких-то следов вот эти вот полоски ну по моему это у всех в ванной их можно наблюдать после долгого использования такая некая может быть ржавчина следы от жесткой воды их это бывает ванна я не думаю что это следы именно крови ну как бы может быть кровь может быть но меня не впечатляет вот здесь якобы вот тоже какие-то следы крови но странно а чего они не замыты то есть человек старался уничтожал следы даже видим откручивал вот эту рисоточку стараюсь уничтожить следы а вот такие явные которые прям ну вот вот они видны забыл затереть забыл убрать загадка и еще раз хочу сказать что здесь четко видно это фотографирует не следователь следователю не интересно общий вид мать и следователю криминалисту вот интересен как раз пятна и вот если бы было просто отдельно вот пятна в раковине пятна возле сливного отверстия в ванной это понятно а вот общий вид в раковины общий вид в ванной она но как бы не играет никакого смысла ну что это даст ничего не да кстати вот сейчас вот я внимательно пригляделся если посмотреть вот зеркало то в принципе можно понять только еще рядов вот здесь вот можно увидеть на этой фотографии раз два три четыре пять шесть рядов плитки вот до края зеркала откуда сложить сложно скорее всего судя вот вот по этой занавески отражается я думаю наверное все таки вот вот этот край плитки потому что здесь видите что-то торчит зеркале этого не видно вот этот край плитки отражается то есть тут где-то получается вот с этим рядом рядов туда 7 ряд и еще часть вот осталось понять какой размер вот этой плитки по ширине я думаю сантиметров 25 наверное должно быть и тогда в принципе можно точно удостовериться в размере этой ванны если это все-таки взять 25 сантиметров можно на 7 конечно тогда получается уже метр семьдесят пять ну как бы опять не получается но 20 здесь никак быть не может вот никак что-то у меня есть какие-то подозрения по ширине этой ванны пока что не знаю надо более тщательно к этому присмотреться но есть у меня такое впечатление что здесь ванна метр восемьдесят если здесь ванна метр восемьдесят то это однозначно не то ванна это не ванна лагунова ну а лагунова давно бы конечно могли бы сами фотографировать свою ванну плитка то отделка это такая значит это их ванна однозначно а те кто предоставил эти фотографии я думаю не буду так рисковать их за разоблачить то легко это не иванна лагунова но по размерам конечно есть сомнения в общем то я хочу сказать есть впечатление что это фотографировал женщина есть впечатление стоит однозначно фотографировал не следователь криминалист есть впечатление то здесь лежит отвертка явно инородная никакого смысла ее здесь находения нет зачем она валяется намек на то что откручивали слив не получается лип ею не открутит этот наверно такие первые впечатления по этим фотографиям я еще конечно рассмотрел их не полностью есть еще и другие фотографии несут ли они какую-то информацию сказать можно с этим тоже надо разбираться то на этих фотографиях присутствует откуда они взяты имеют ли они отношения этой ванне пишите что вы думаете по этому поводу высказываете ставьте лайки и в эти репосты буду крайне вам благодарен до новых встреч друзья